Всем привет! Мы на канале ITVDN и сегодня мы продолжаем изучение нашего курса введения вводов в Photoshop. С вами я Сергей Воропаев. Хочу напомнить, что после этого урока обязательно его закрепите, то есть еще раз просмотрите в видеоформате на канале ITVDN.com. И тема нашего четвертого урока это работа с инструментами обрезки. Давайте рассмотрим краткое содержание нашего урока. Первое это инструменты выделения области. Далее мы рассмотрим инструменты рампы и раскройка. Далее перейдем к смарт-объектам и будем их использовать как способ обрезки каких-нибудь фрагментов. И четвертое нарезка макета, то есть все полученные знания мы закрепим на практике. Итак, приступим. Инструменты выделения области. Сейчас мы рассмотрим основные инструменты выделения. Для этого перейдем в Photoshop. Я у себя нашел макет сайта по путешествиям. И с этим макетом мы будем работать на протяжении всего урока. И давайте рассмотрим на практике. На примере вот этого вот фотографии. Откроем ее в новом окне. И первый инструмент это инструмент прямоугольная область. С помощью него мы, например, можем вырезать не... Точнее, мы можем вырезать из этой фотографии какую-то отдельную область. То есть если не нужны вот эти вот края, мы можем с легкостью вот так вот обрезать какой-нибудь фрагмент. И далее создадим дубликат слоя еще на новом окне. На третьем получается. И у нас получилась вот такая вот фотография. В принципе, то же самое мы могли сделать и с помощью инструмента рамки, как я только что показал. Далее. Второй инструмент это инструмент овальная область. С помощью него мы опять же таки можем выделить какую-то овальную область. И ее вырезать. Затем мы можем ее вставить. Третий инструмент это горизонтальная строка. То есть мы что-нибудь можем выделить по горизонтали. Видите, у нас горизонтальная строка вырезалась. Так, перейдем к лассо. С помощью лассо это скорее инструмент не для нарезки, скажем так, макета, а для редактирования какого-нибудь изображения. То есть мы можем выделить какую-то область. Произвольную. И ее вырезать. Прямолинейное лассо работает точно так же, но уже мы должны задавать определенные точки. И в конце мы обязательно их должны соединить. То есть когда мы видим, что возле инструмента лассо появляется кружочек, значит точки соединены. Вот как сейчас. И у нас осталось магнитное лассо с помощью него. В принципе оно работает так же, но Photoshop сам задает, скажем так, опорные точки. Здесь я нажимаю, веду, как видите, точки сами появляются и выставляются. Ну и опять же мне нужно соединить. Далее у нас есть выделение, быстрое выделение, автоматически выделяет какую-то область. И еще волшебная палочка. Тоже автоматически выделяет какую-то область. Мы можем подобрать, какую мы хотим. Итак, давайте вернемся в презентацию. Беглый обзор инструментов выделения мы сделали, то есть провели. И предлагаю переходить к следующему пункту. Это инструменты рамка и раскройка. Давайте перейдем в Photoshop и рассмотрим все на практике. Итак, инструмент рамка. С помощью него мы задаем размер нашему рабочему холсту. То есть вот этой вот нашей рабочей области. И эту рамку мы можем использовать как инструмент обрезки. То есть если я хочу вырезать, допустим, это изображение, я просто должен рамку подвести по границам самого изображения. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!